здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги а также мои дорогие зарубежные подписчики здрасте вам тоже в каждом своем видео я пытаюсь вас радовать показывает что-то новое что-то интересное не всегда все от меня зависит но если что-то зависит от меня я стараюсь это делать надеюсь удастся порадовать и в этом видео тем более что по заявкам телезрителей отец ты в курсе о чем я кое-что проскочит ну а в принципе этот обзор на он будет отличаться одной общей чертой все что сегодня есть буквально все то есть крем после бритья мыло помазок станок вот все и чаша даже это все от вас подписчиков поэтому вы давайте дуйте на крупный план пока там потрогаете прошу по все поближе но я начинаю готовиться догонять станочек и баб зайти от валерия баглия город новосибирск уже осень я думаю что скоро он со своей дачи вернется и скажет вадюха блин дай-ка мне станочек вертай в зад а мы с вами так и не успели на нем погонять поэтому сегодня будет он он уже был на обзоре не единожды это своеобразное представление компании о косарезе видите вот так вот слегка опущенную голову конечно же это не косарез но тем не менее вот компания решила сделать его так то но полностью из нержавейки вкратце пробежим если кто забыл вес тонка 110 длина ручки 89 миллиметров длина головы 42 миллиметра и ширина по моему 25 могу ошибаться 26 тоже мерещится или даже 24 на 25 больше похоже говорил тогда и повторю сейчас это не станок этот джентльмен самый настоящий джентльмен вес 110 грамм он не отягощает он только радует это та самая тяжесть за которую можно сказать надежная прочная вечная а не та тяжесть фу какая ерунда будет оттягивать руку нет вот именно первый вариант надежная прочная вечная посмотрите какая накатка мало того что она красиво она еще чрезвычайно информативно подушечки пальцев он ни в коем случае не будет цеплять но каждый раз когда вы за нее прикасаетесь такое ощущение что знаете вы что-то такое взяли что у вас приклеится к пальцам и не будет шелохаться молодцы ребята сделано конечно качественно с этой стороны полукруг я подозреваю что это под их подставочку чтобы здесь ничего не билось на подставке у меня к сожалению нет так нижняя часть верхней нижняя часть нижней плиты мэрин юсс с 1 и балзите 2015 год верхняя часть нижней плиты посмотрите какое качество приятно просто приятно это это совершенство эстетики вот так вот я это воспринимаю эстетики и качество это законченное произведение которое просто приносит радость нижняя часть верхней плиты посмотрите тоже как хорошо так интересно сделано но и верхняя часть сатированная такая недоблеска лезвие решил сегодня поставить ребята big chrome platinum как умная маша быстро учусь и после того как мне сказали что вот этот карман это не тот карман за который я думал что это тот карман я теперь открываю здесь мы после того как это лезвие используем вот в этот карман будем запихивать ненужные лезвие ну вот научился короче спасибо парни что подсказали упаковка у бика хорошая упаковка внутри клея нет но верхние листочки вот видите были приклеены друг другу лезвие внутри chrome platinum посмотрим как с этим поведет себя я не сказал но наверное все все и так поняли что станок трехсоставной так что не так на плиту неровно поставим вот так ровно давайте посмотрим на вылет хотя что на него смотреть мы смотрели но на этом станке знаете вот еще бы и показывал и показывал вот срабатывает то что они под косаре сделали с этой стороны с этой стороны полная симметрия другого торца тоже вот такой вот джентльмен по заявкам телезрителя а если быть точным моего постоянного подписчика отец бет который хочу 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 свою хочу включил так что ее просто нельзя было не заметить он после того как я вот увидел он увидел вот это мыло когда я показывал в одном из предыдущих обзоров от александра вот у него это хочу х загорелась вот держи отец бет сегодня будет это мыло не совсем не все понятно с этим мы вам если кто-то из вас в комментариях сможет разъяснить я был бы чрезвычайно благодарен потому что тут но что для меня непонятно понятно что это английское мыло понятно что это классика и она как бы гремит вполне заслуженно слишком много хороших отзывов о нем понятно что она не дешевая дешевле 35 баксов я его не нашел но причем здесь название чик чек спик чек ну это что чехи что ли а спик спик это говорить то есть чехи говорят вот не понял если кто-то знает пожалуйста переведите ну а номер 88 я понял так что это ароматическая нумерация той формулы что подобрали именно для этого мыло коробочка обыкновенная с обратной стороны у нас есть внутренняя полностью содержимое то есть из чего она сделана вернее составляющая рецептура 90 грамм 3,1 унции упакована вот так вот ребят я уже нюхал нюхал и лучше я этого не делал потому что парни влюбился влюбился по самое неболую это ничем не прикрытый галимый барбарша мужской с достоинством на мой взгляд вот эти вот две вещи вот они могут идти рука об руку пересекаться и не чуть-чуть не будут противоречить друг другу они будут дополнять друг друга торинайн джерми стрит лондон sw1 не знаю что это такое значит а было бы интересно мыло твердое судя по всему скорее всего и придется набирать именно по рецептуре твердого мыла с минимумом воды как будет действительности посмотрим предыдущие два предмета были от моих подписчиков от валерия баглея и от александра а вот эта вещь ребята тоже от подписчика фамилия его слишком известная чтоб я ее называл в открытом эфире ну добавьте к этому еще что подписчик скромный говорит не вадим никаких фамилий ничего я тебе там вот не надо короче никаких фамилий и вот он мне прислал вот этот помазок омеговский моем понимании ребята это царь машина кабанчиков просто настолько он мощный настолько он эффективный удобный как чистый в работе то есть вот я даже по вашему совету попробовал его разобрать и у меня это получилось смотрите вот пустотелая ручка а здесь как смотрите залито все то есть ну в моем понимании это вещь на века если ручки свои шаловливые будете держать подальше от этого помазка в смысле лишний раз не открывать вот это вот то ребята он прослужит мама не горюй то есть но сами видели как там залито все то есть я даже гипотетически теоретически не могу предположить что нужно сделать чтобы он посыпался и выпало все узел по моему 26 или 28 если мне память не изменяет и набить достаточно плотно сам по себе он не тяжелый всего 73 грамма но у моей руки это знаете как вот как продолжение руки получается потому что я его чувствую великолепно он откликается точно такой же добротой и он прям вот заходит заходит это генератор пены в моем понимании высота узла 65 миллиметров диаметр да не ошибся 28 28 ручка красавица вытягивает на все 80 миллиметров ну то есть представляете дурак здоровый 140 сколько там 145 до 143 ну короче дофига много вот такой красавец нам будет сегодня ассистировать чтобы справиться с твердым английским мылом номер 88 ну а крем после бритья ребят новую всеми известный горячо любимый фабрики свобода крем после бритья с витамином f после камильфо из прошлого обзора который и по парабенам зарубили и по липкости да да согласен ребят если липкость я не успел оценить то парабенов там как бы достаточно баловаться с этими и сам не люблю и вам никому советовать не вот ну что химия это и в африке химия а вот за этот крем ну я очень мало слышал отрицательного может как даже вообще нифига не слышал зато на эти вот в хвалебных более чем вот именно этот крем после бритья с витамином f посмотрим как он сегодня зайдет а ну а фабрики свободе ну и в очередной раз респект все пошли бриться а нет какой пошли бриться у нас же сегодня маленький дебют нет ни этой чаши не это ребят все эту чашу вы уже прекрасно знаете по тем обзорам в которых она нам послужила верой и правдой показывала как сбивается пена сегодня мы ее меняем эта чаша уйдет кому-то из вас потому что я вчера встретился с дмитрием и он мне сделал королевский подарок я так и не понял то ли это подарок то ли он забраковал эту чашу ну я склонен больше думать что это подарок потому что я не вижу причин совершенно почему эту чашу можно было бы забраковать для меня она совершенно если докапываться вот так вот просто взять и докопаться туда там какие-то вот видите вот коричневые такие это видимо глина просвечивают но в моем понимании это такая фигня на которую можно просто не обращать внимание но это единственная причина наверное почему дмитрий мог бы поставить крест на этом изделии во всем остальном ребята это вешать вешать ну и плюс ко всему еще обратите внимание на ручку здесь она отличается от предыдущего товарища видите да то есть вот вот так вот здесь она ровная здесь она стоит под углом то есть когда я буду держать мне это будет гораздо удобнее потому что мне придется руку лишний раз выворачивать во всем остальном эта чаша практически близнец предыдущий лишь чуть-чуть там на пару-тройку миллиметров она побольше диаметре и где-то наверно миллиметра на три повыше но это такие изменения за которые можно просто не говорить вот теперь в путь пошли бриться не знаю парни возможно возможно я перебзделал но раз мыло твердо я решил пойти самым проверенным таким простым путем то есть я его предварительно замочил где-то она здесь уже наверно минуты три-четыре но не больше пяти видели какая водичка мы эту водичку сейчас так вот помазок уберем чтоб он не валялся мы эту водичку сейчас используем в качестве пришива так что-то нифига у меня не получается давайте по-другому ну никакой уж это не пришив я вам скажу не так уж набежала ну что-то есть да а вот появилась просто не сразу не хотя все это отдает так все выливаем окончательно всю воду оставляем только наше мыло еще раз намочу помазок еще раз его стряхну совсем стряхнул так сейчас начнем работать а шайба начнет бегать да это было неизбежно во всем нужно искать плюсы она на чашке на дне на донышке оставляет кое-что еще тоже всего стало бегать меньше посмотрите как у нас хорошо помазочек загрузился вот практически уже вообще перестает бегать фаза крупных пузырьков я не видел совсем каким-то образом проскочили хорошо загрузили на донышке чаши тоже как бы нормально давайте еще 30 движений и в путь и правильно я считаю что мы сделали потому что загустили настолько что даже шайба смотрите перестала шароебиться нет я не хотел материться шалохаться в этом чашке пора ее наверно вытаскивать убираем поднимаем нашу красотку да прям смотрите как как на липучки ух ты блин хрен оторвешь и что характерно посмотрите какой здесь крем это про просто крем да это настоящий крем вот он как как интересно так не порть звук мыло моем убираем ставим его сушиться так вот эти прожилочки прочистим все уходит на заслуженный я думаю мы сегодня к нему уже больше не вернемся и не будем его теребонить лишнего пара никакой же аромат стоит в ванной просто бомбически бомбически стартовые условия это то что у нас чаша это то что у нас по мазке минимум воды давайте посмотрим но тут опять же видите чаша достаточно спорный такой момент потому что мыло английское и в принципе наверно было бы правильно сразу на лицо идти у нас уже взяли чашу давайте доведем до конца может это мыло и в чашу еще точно так же будет работать хорошо как и на лице мы наш крем превратили не пойми во что но оно уже такое густое и такое липкое что вот даже могучий помазок ему пофиг он уже стоит давайте наверно маленечко воды добавим будем уже менять ситуацию в нашу пользу чуть-чуть совсем слегка объем крема увеличился по стенкам располз и помазок забит просто забит окончательно еще чуть-чуть так вот раз парни дальнейшее не вижу смысла потому что смотрите тут мы очень много распихали по краям помазок и забит ну и какой резон все я считаю что пошли на лицом знаете сам для себя думаю что вот той водичкой из которой я вот больно вот это вот можно погнала пришить было бы гораздо больше толку если бы я вот это самое мыло взяла хотя бы раз просто по лицу провел а потом уже распределил руками наверно пользы было бы больше но что сделано то сделано наша чаша так ты как тебя чтоб видно было вот тогда за это время не оскудила мы сейчас с чаши вообще ничего брать не будем мы просто будем работать по мазку этот запах отлично просто отлично как и сама пена посмотрите два движения и что но тут заслуга не только пены и самого помазка не забывайте это лопата это не стержант это старший сержант ну как нормальный старший сержант может по всякому и лопатой кисточкой в раскоряку он все делает все делает плюс генерирует еще пену и держит ее себе молодец ноги держит не как хомяк крыся и ничего не отдавая взамен он и держит и отдается нужный момент вот нравится за те деньги что он стоит дает не помазок это находка ребята я очень склонен думать что пена даже чересчур густая первый раз пойдем посмотрим потом если чуть-чуть воды добавим да и все ну чтож наш его взятие а тт посмотрим как ты себя с хромом поведешь пока мурлыкающий котенок что будет дальше посмотрим получиваю Угу, предыдущее вот то, что с прошлого бритья было, там же царапанал. Ну, пена однозначно густая, нужно добавлять воды в станок. Вот радует, посмотрим, что будет дальше, но пока хорошо. На сам помазок не рискнул, а вот на лицо воды мы сейчас с вами нанесем. Это он все себе держит. На, бери, дорогой товарищ, у меня еще есть. Ребята, хочу отметить, что из чаши мы с вами еще и дыцова не взяли, и грамули. Все, что мы сейчас делаем, это все то, что было в помазке. Пока нравится. Кстати, обратите внимание в видео, да? На заметку, что мы это тоже как бы не останавливает. Иначе там вот этого компонента нет. Вот. 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 ... Когда веришь в танку, когда понимаешь, что он делает, то очень удобно и очень хорошо заходить в труднопрогреваемые места и там работать. Например, вот эта вот ноздревая или как она, носогубная часть, вот уголки губ. Ты понимаешь, что станок тебя не обидит и оттопыриваешь и легко все это снимаешь, а последствий там уже остается практически просто в ноль вывести и все. Ну все, остался третий, последний. Мы до сих пор еще из чаши ничего не брали. Еще смочу, а может даже сейчас на помазок слегка еще вот так. Угу, так даже поудобнее, не такая густящая. Вот, вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Вы знаете, последний проход против шерсти лично для меня, не хочу сказать за всех, лично для меня он очень много значит, потому что если станок качественный, комфортный и ты уже чуть-чуть идешь по слегка тромбированной коже, потому что два прохода-то уже было и эпидермис ты маленечко нагнул, то то, как идет станок, очень много о нем говорит, ничуть не так. Не меньше, чем самый первый проход, потому что если вам дискомфортно, если он где-то закусывает, цепляет и где-то он, знаете, подтягивает и делает вам нехорошо, больно, то или неправильно пожененная пара, или что-то со станком не то, то есть вы явно что-то не то делаете. А этот, этот как бархат стелет, и вот этот шелест, который остается после него, он явственно осязаем и чувствую я его, понимаете, вот каждую волосинку, которую вот он срезает, волосинка не говорит, ах, и вот меня срезали, наконец-то меня срезали, понимаете, вот прям вот и налевочка после него, вот вещь, вещь. Так. Продолжение следует... 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 Ну вот, пожалуй, что и все. Следующий у нас автошейф. Я думаю, вы заметили, что разница сегодня в освещении есть. Интересно послушать, что вы об этом скажете. Заходит, не заходит. Под прошлым видео, когда спросил за ракурс, некоторые из вас, Вадим, по-моему, сказал, что что-то там желтое, то есть лампочка сзади желтая была. Я ее сейчас как класс исключил, поставил другую. Ну вот, не знаю, хуже, лучше. Жду вашего решения, вердикта. Что скажете? Что ты, блин? Крышки эти, как упадут, и какая-то валяться. Крем, он и есть крем. Влажное лицо, не думаю, что следует его много выдавливать. Поэтому так чуть-чуть слегонца, и то я думаю, что, наверное, все-таки многовато его даванул. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим. Ох, ребята, ну и пахнет он. Запах явно на любителя. Так, что это у меня там? Не знаю, как пахнет у вас, а у меня какая-то ментоловая прелость. Такое ощущение, что, знаете, не затхлый, но где-то рядышком, так, знаете, прошел так. Вот еще чуть-чуть бы усилили этот запах. Я бы сказал, что так пахнет пыль. Ну, вот пока нет. Ну, точно не мой. А вот действие мне нравится, ребята. Легкая прохлада такая, ты-ты-ты-ты-ты-ты, относится. И прям, прям, прям приятно, я вам скажу. Так, в порыве бритвенного экстаза я тут себе кое-что посносил. Нормально он законсервировал, что-то убрал в этот компресс. А вот сейчас вот крем раз и завальцевал. Судя по тому, как я его чувствую на коже, мало того, что он работает, я думаю, что он и долго не будет работать. Скорее всего, минут 10-15, и тут вообще мало что останется. Но это мы с вами проверим. Итак, станок. За станок, что говорит, ребята? Это воплощенный в нержавейке элегантность. То есть, ну, шикарный. Шикарный станок, законченное произведение, украшение любого бритвенного набора, какой бы вы ни выбрали. То есть, он зайдет всем. Не все его по цене потянули, но зашел бы он всем. В зависимости от ваших предпочтений, типа кожи, типа волос и прочего-прочего, поигравшись с лезвиями, вы бы нашли свой фэн-шуй, и был бы он у вас долго и счастлив. Но цена, к сожалению, этому не способствует. Тут какие-то бешеные, совершенно несоразумные, неизмеримые, непонимые, не, ну, измеримые, конечно, но непонятные для меня лично. Суммы там что-то 180, 200, 250, бла-бла-бла. Ребята, понимаю. Понимаю, что предмет стоит столько, сколько он стоит. Но дорого. Лично для меня дорого. А вот те люди, для которых это не дорого, да, они себе его могут позволить, и это будет отличная, обалденная, шикарная вещь. Что же касается ценообразования, ребят. Ну, во-первых, не нам судить, потому что есть производитель, который несет определенные траты на эту тему, и выставляет ценник. Это целиком и его задача, цену образовать. А наша с вами, ну, проголосовать рублем. Если для нас дорого, мы не берем. Если для нас нормально, мы берем. Но сам для себя могу сказать, что, вот я это так понимаю, могу ошибаться, конечно. Вот здесь каждый доллар, который вот за него просят, он, несомненно, стоит. Стоит. Но, на мой взгляд, здесь еще слегка, чуть-чуть больше попросили, наверное, придав этому станку статус, ну, не то, чтобы раритетного, а какого-то произведения искусства. То есть, вот, если бы, допустим, вот убрали эту составляющую, ну, стоил бы он там какие-то 120-140 долларов, и ладно, и понятно. Нержавейка, все ясно, все, всего вопросов нет. Но когда цена уже начинает зашкаливать, там, за 200-250, я понимаю, что тут давным-давно уже все разумные пределы выбраны. То есть, качество станка, его элегантность, внешний вид, дизайн, обработка, то есть, сама подача материала, вот это вот все выбрано. Но человеку хочется, ну, вернее, компании, как-то запозиционировать себя на рынке, и он уже выставляет его не в качестве станка, а станка плюс с каким-то там прицепом. То есть, а-ля художественных произведений, а-ля редкость, а-ля статусность, а-ля, 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 а-ля. И вот за это а-ля он просит денег. Платить за эти ля-ля-ля-ля, не платить, каждый решает сам. Но в любом случае, если человек возьмет такой станок, он будет рад. Однозначно рад. Не стоит собирать последние гроши, чтобы пойти и отнестись, сказать, да на кем вам подавитесь, на хрен дайте мне этот станок. Нет. Ребят, с таким настроем такие станки не берут. Ну, короче, как вы меряете, так и вам будет отмерено. Поэтому, если вы в состоянии взять этот станок, берите с легким сердцем. Послужит. Если нет, ребят, очень большое количество других станков, которые будут работать ничуть не хуже, чем он, и стоят на порядок дешевле. Поэтому вот, вот так вот как-то, не знаю, криво, наверное, но вот так я к нему отношусь. Сам по себе обалденный, стоит конских денег, на мой взгляд, не оправданных. От этой охренели. Но это их право. Вполне себе могут, они же это сделали. Мыло. Мыло, ребята, понравилось. Понравилось по своей пене. Оно прекрасно. Такая, знаете, густящая, такая, прям, знаете, вот вязкая вот эта масса, с которой ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь ее сделать жижей, ты можешь ее сделать гуще. Жижей, добавь водички, и будет она у тебя вот такая. Не хочешь жижи, оставь ее просто по мазке и подбивай еще маленько. Оно в самом по мазке превратится в такой, знаете, полугипс, полуаликбастер, полуаля сметана, сливки, что вы это все можете регулировать, как вам угодно. Скольжение, да, со скольжением тут все в порядке. Что до долгой живучести, ну вы сами те концы висели, видели, которые грустно висели в конце, на пол шестого, но тем не менее, первые 34 сантиметра стояли очень даже бодро, на 9 часов. Поэтому тут плохое мыло такого бы не показало. Даже после того, как вы станком пройдете, здесь еще дофига чего, остается на коже, поэтому на самом деле я склонен доверять тому, что производитель пишет, что там есть и глицерин, и бла-бла-бла, и всего дофига, что даже для проблемной кожи это мыло подойдет. Верю, с удовольствием верю. Запаховая составляющая хороша, просто хороша. То есть, вот законные пятерки, которые я дал бы на это мыло, я бы еще, пожалуй, балл бы дал за запах, потому что они попали в точку. То есть, есть барбаршаповская тема, никто не может придать их каких-то законченных границ или каких-то, знаете, осязаемости, что вот это барбаршап, а это не барбаршап. И раз он показал, о, так это барбаршап. А вот это, нет, это что, нет, это не барбаршап, нет, вот таких границ нет. Каждый себя внутри это воспринимает, как он себе представляет этот барбаршап. Вот в мои представления, это мыло вписывается на 100%, то есть оно попадает в десятку. Но я все-таки одно, но если в предыдущем мыло, мыле, обзоре, помните, вот этот, Тормантино, Тессер, Мессер, что-то там, вот такое вот сейчас, ну, в предыдущем обзоре. Ребята, это, это, вот понимаете, все те качества того мыла, которые они были, мало того, что они полностью оправдали ожидания, так еще и само по себе, вот это вот запаховое, что там было, оно настолько попало в десятку, что оно просто покорило, растворило и заставило слепо любить этот продукт. Здесь всего лишь балл сверху. Там я отдал десятку, здесь всего лишь балл, потому что вот это запаховое, оно не так сбивает, не так покоряет. Вполне допускаю, что есть люди, которых этот запах шибет, точно так же, как у меня вот там, в Мессере. А меня нет. Поэтому вот за ту десятку не жалею, за это 6 баллов, вполне себе, да. Ну и что, и конечно же, это посвящается любителям твердого мыла. Насколько, правда, на цена в 35 бакинских, на мой взгляд, дорога. Пить его знает, может там тройной палмол, может быть там что-то там делали, я не знаю, там собирали полк монашек Шалинского монастыря, хотя какой в Англии Шалинский монастырь. Ну не знаю, может там какой-то есть продукт, который вот заставляет производителя просить эти деньги. Но на мой взгляд, ну хорошее мыло, хорошее. Но 35 баксов, что-то как-то это дорого, дорого. Вот зато, я бы и 35 сказал, хорошо, а вот за это вот так сказать не могу. Поэтому готовый, качественный, обалденный продукт. Ребята, кому интересно вот эта тема, можно брать, с качеством тут все в порядке, за деньги, за деньги разбирайте сами. На мой взгляд, дорого, но если у кого-то кошелек такой, вполне себе нормальный, позволяет, то вполне себе хорошее мыло. Так, помазок. Это, на мой взгляд, один из хитов о меди. Почему я так думаю? Почему я так говорю? Вот с любой стороны, с какой бы я ни посмотрел на этот помазок, он для меня хит, он для меня бомба, он для меня удался, и он везде в кассу, и везде он попал. Давайте по порядку. Внешний вид. Ну, вот такая вот ручка, которая эргономично ложится в руку, и причем имеет такие размеры, что я работаю и не напрягаюсь, но она не может не радовать. Узел 28 миллиметров, ребят, ну, это как бы мечта поэта. Да, согласен, есть люди, которые не любят больших помазков, но, ребят, здесь не забывайте, 28 миллиметров компенсируется высотой узла. То есть, если бы он был ниже, да, это был бы какой-то сбитый бульдог, который бы вам там, все пломбы, вот это лишнее, и все, и без пломбы остался. А здесь нет, здесь балансировано. То есть, вот длина, она, скажем так, компенсирует диаметр, и всему узлу придает определенную эластичность, за счет которой ему пофигу, как работать. Массаж, тыц в оскоряку, и он пошел фигачить массаж. Кисточкой, да легко. Берете кисточкой, он работает кисточкой. То есть, он может по-всякому. Это вещь. А чтобы вы не сомневались в том, что это вещь, производитель взял еще и весь узел, забабашил вот в такую эбокситовую, ну, я не знаю, какую-то подобную эбокситовую, если не эбокситовую, пробкой. То есть, это еще и долговечность. Если бы, допустим, изначально взяли его, посмотрели бы на этот помазок и сказали, Вадим, а сколько он стоит? Знаете, глядя на ручку, все-таки пластик, там, дешевый, то есть, он это, ну, не знаю, баксов 15, а нет, я бы ошибся, потому что цена ему 6, 7, 8 долларов, евро, евро, ребята убрали со всех сторон. И причем, кабанчик достаточно хороший, такой, знаете, во-первых, не сыпется, ну, чем там пара-тройка волосков, а во-вторых, никакой вони, ничего, ну, и по внешнему виду, посмотрите. На мой взгляд, если человек, который думает за тот массаж, который не будет такой убийственно прямой, как, допустим, у Дарр Тайсона, у того же самого 506-го, зенита, то есть, там, он просто бьет в грушу, херачит, херачит, и ты точно знаешь, что с этой груши внизу песок сыпется, потому что удар, удар поставлен, но он жесткий идет, а здесь, здесь к этому удару добавили мягкости, здесь он настолько, во-первых, он идет в точку, в цель, но он не пробивает грушу насквозь, он заставляет ее раскачиваться, из-за на, тын, тын, есть не только правильный, но и хороший поставленный узел. Ребята, вещь, однозначно, вещь. Если кто-то спросит, могу ли рекомендовать, ребят, при любом бюджете, пофигу мороз, если у вас даже бабки карман жмут, и там, не знаете, там, ляжку жмут, не знаете, куда деньги девать, ребят, возьмите, не пожалеете. Если у вас немного грошей, и вы не хотите их выкинуть в пустую, ребят, тоже берите, потому что это вещь, при условии, что вы хотите нормальный массаж, нормальный помазок, и хорошую, классную вещь. Крем свободовский F. На лице практически ничего не осталось. Понравилось все, кроме запаха. Цена нравится, как работает, нравится, как наносится, нравится. Не так уж много его нужно, чтобы на влажную кожу нанести, он все это успокоил. Практически ничего не осталось. Даже испаренный, как это иногда бывает после кремов, знаете, вот такая вот, мокрая идет, здесь ее тоже нет, все нормально. Скорее всего, я просто не переборщил с кремом, нанес его нормально, но запах, ребята, вот для меня убивает все. Это не мой запах, я не люблю такие запахи. Из-за одного запаха, если бы я даже сам купил бы этот крем, я бы выкинул в помойку, потому что, ну, я и сам бы не стал им пользоваться, и жене бы не отдал, никому из вас. Да, я его куда-нибудь пристрою, но это точно не мой запах, вообще не мой. Хотя, качество самого продукта, конечно, да, мне понравилось. Мужики, я не в курсе, если есть там парабены или нет, вы скажите, что если есть парабены, то это два раза в топку. Во-первых, это из-за запаха, а во-вторых, из-за этих парабенов, я не знаю, кто это такие, но все говорят, что это хрень полная, поэтому вот, скажите, пожалуйста. Что до лезвий? не самый лучший вариант. Мне как-то фейзер-то побольше нравится, и персона тоже самое больше заходит, я ожидал лучшего. Ну да, тут некоторую часть можно, конечно, писать на мои кривые ручки, но все равно, знаете, какая-то вот чуть-чуть, чуть-чуть, излишняя агрессивность, что-то у них такое было. Была у меня первая мысля голубой жилет поставить, руби этот, не руби, а блуб. Но что-то вот меня отвернуло от нее. Я думаю, что с тем было бы несколько иначе. Но тем не менее, побрили хорошо, качественно, своего дельфина я получил, и только вот эти вот несчастные, несколько вот ссадин, то ли лезвие тому виной, то ли мои руки кривые, то ли организм решил, что у меня что-то там внутри лишнее есть, и пумсток на поверхность, а тут я с косой, опа, и снес, вот тебе и пожалуйста. Ну, если так просто, ну, что-то как-то, знаете, парни не впечатлили. Мои любимые, они точно не попадут. А нужно их не распробовал? Ну, вот пока так, пока так. На этом, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Ну, и пускай у вас всегда все будет хорошо. В заключении хочу сказать, ребята, все, кто мог, уже по розыгрышу откликнулись. Осталось, по-моему, два или три приза. Предлагаю следующее, чтобы меня потом катком не переехало. Если да, делаем, нет, не делаем. Я предлагаю до завтрашнего дня, хоро, ждать. Вот все, кто еще объявится, вот те, кто остались призы, до завтра. Если нет, те призы, я делаю новое видео, и среди тех 13, которые там остались, ребята, вот среди них и разыграю. Ну, там, чуть-чуть подкорректирую, там, призик добавлю. Ну, типа такого. Короче, да, да, нет, нет, сообщите. Добра, счастья, радости. Берегите себя, дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Пока-пока. Ой, блин, что ты прыгаешь? Субтитры создавал DimaTorzok